На публичных слушаниях я не была, но вот прочитала в пульсе Хакаси, интересно, что в мой адрес обратились, сказали, назвали меня депутатшей, что я могу поезда под откос пускать. Ну просто интересно, интересная ситуация, что как это человек, который занимает такую должность, может выражаться в адрес другого человека, независимо от того, кто это и как. Ну на сегодняшний день просто как-то странно, странно, да, я могу сказать. Ну видите, дело даже не в отчете, отчет, он сам по себе отчет, это отчет главы района о проделанной работе. Дело в другом. Перед сессией слово получил Сергей Михайлович, вернее, дали ему слово, как бы приветственное, и в этом слове было сказано много негативного, наверное, в адрес правительства республики Хакаси. Но в моем понимании, в моем понимании человека, который работал главой сельсовета, 8 лет я работала, отдала муниципальной службе более 30 лет, работала я первым заместителем главы района, где полностью вот социальная сфера была у меня, работала я и председателем совета. И в моем понимании человека, такого прошедшего, имеющего опыт работы, ну я думаю, что немало в органах местного самоуправления, до тех пор, пока исполнительная и законодательная власть не будет озадачена общими, наверное, задачами, не будет решать общие задачи. Вот представьте, вот сейчас идет социальная военная операция, да, мы должны все сплотиться вокруг одного вопроса, вопроса именно, ну, наверное, поддержки президента, поддержки вот этой всей работы, которая проводится на благо того, чтобы Россия жила, процветала, укреплялась. И вот здесь вот такое, вот в моем понимании, это вообще недопустимо. Мы работаем с народом, с народом. И вот я являюсь председателем совета старейшин хакасского народа. Мы одни из первых поддержали, вот совет старейшин и республики, и мы одни из первых поддержали специальную военную операцию. Вот в республике, если посмотрите туда, назад немножко, совет старейшин республики хакасия поддержал. Мы в декабре месяце прошлого года, мы совет старейшин Таштыбского района, мы поддержали первыми, ну, именно президента нашей Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И если вот, ну, знаете, у меня просто нельзя так работать, просто если человек не понимает, и единственное, что я просила, что прислушаться, найти общий язык, понимаете, человек мудрый, он всегда найдет компромиссное решение, удовлетворяющее. Ну, наверное, мудрый человек всегда, он не слабый, он пойдет навстречу. Чем ты старше, тем мудрее, и ты пойдешь навстречу, и вы найдете общее решение. Вот меня вот это, наверное, возмутило, даже, я скажу, возмутило. И может, где-то эмоционально, но я бы сказала, что народ, народ, который избрал Коновалова, фактически, да, и народ, который избрал депутатов Верховного Совета, он спрочит одинаково с обоих. Народу не важно, кто ты, депутат Райсовета, депутат Верховного Совета, главное, чтобы эти вопросы решались. И я просто думаю, я, может, немножко на эмоциях, но я думаю, что вот главное все-таки во власти умение находить компромиссные, правильные решения. И именно, чтобы на благо шло, ну, избирателям, людям, которые живут на данной территории. И не важно, какой ты партии, если говорить вот о партийных «Единая Россия» и все остальные партии, не важно ты в какой партии, всегда, как говорил Владимир Николаевич, наша партия, Ташпитский район, наша партия, республика Хакасия. Вот, я даже, не знаю, вот так, я с этим, может, немножко на эмоциях, но факт, что... Ну, факт, что... Вера Дмитриевна, да, немножко вот, что для понимания. То есть была сессия, да, в Ташпитском районе, там присутствовал Сокол, да, и вы когда выступили, это перед... Нет, он выступил перед сессией, а я подождала, когда доклад главы закончится, и уже в трениях, в трениях, в обсуждениях, и в том числе я вот высказала Сергею Михайловичу, да, может где-то, может это, но основная цель моего выступления была все-таки взаимодействие, конструктивное сотрудничество органов исполнительной власти и законодательной власти. Это, ну, нужно везде. Ну, а вот когда он назвал вас депутацией, да, по доску спускают, это было там же, в Ташпитском, или уже на публичных? Нет, это было уже, это же было уже на публичных слушаниях. Я этого не слышала, но вот прочитала в СМИ, ну, интересно, да, в принципе, работая главой сельсовета, да и сейчас работая. Многие вопросы решают, решаются, и да, где-то я могу стать горой за своих жителей, за своих избирателей, но это все, ну, сравнивать и говорить о том, что сейчас это все какое-то, что послевыборное. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Мы, вы, вот, для меня всегда выборы закончились. Во-первых, выборную кампанию вести надо себя так, чтобы потом после окончания выборов смотреть друг другу в глаза честно и открыто. Вот это я всегда призываю. И вообще я хотела сказать, вот что хотела сказать, что фактически хотелось бы, наверное, вот смотрим, да, идет специальная военная операция, весь народ сплотился, сплотился, да, вокруг правительства, Верховного Совета. Но вот это по всей стране, но вот то, что у нас в регионе происходит, ну, это непонятное. Ну, представьте, я приду и начинаю вас это, что из толпинка вы работаете. Да, и вот эту рознь какую-то непонятную, межпартийную, межнациональную, ну, межнациональную, даже не надо говорить, межпартийную вот эту, и внутри, не внутрипартийную, межпартийную. Вот, ну, партия «Единая Россия» в районе всегда была на высоком уровне, работала, я тоже в ней была, была зам секретаря полицейства. Но и вообще в партии, вот в этой единстве, в начале 90-х там организовывалась я была с самого начала. Но в 21-м году я вышла из партии, потому что партия стала не партией реальных дел, а партия какого-то самопиара, какой-то, ну, в общем, непонятная политика пошла в последнее время. И я имею в виду Хакаси. Я всегда поддерживала. Раньше была партия реальных дел, а сейчас какой-то пиар и внутренние какие-то интриги. Да, ну, а в принципе, главная задача наша – жить, жить, работать ради, наверное, людей. Ну, вообще, еще что-то такое интересное, надо, в органах власти надо всегда быть ближе к народу. И когда главой поселения работало, большесельского поселения 8 лет, и я нашла хорошую фразу такую, глава совета или поселения должен знать, как живет каждая семья, чем ей помочь, куда прийти, как подсказать и так далее, содействовать как в целом. И этот принцип у меня остался на всю жизнь.